Одна из площадок посвящена электронной промышленности. Дело в том, что сейчас формируется стратегия ее развития до 2030 года. Задачи ставятся амбициозные. Основой служит импортозамещение. Прежде всего, в сфере транспорта, где остро стоит вопрос перехода на отечественные программно-аппаратные комплексы. Поэтому основной темой дискуссии стал принцип консорциума, то есть взаимодействия производителя и потребителя. Сегодня мы постарались протестировать модель диалога между производителем и потребителем. У нас присутствовали представители транспортной системы. Мы знаем, что в национальных проектах система безопасной дороги также заявлена. И, соответственно, сегодня мы посвятили время тому, чтобы обсудить, какие потребности у представителей транспортной системы будут на долгосрочный горизонт, и как в этом может поучаствовать электронная промышленность. Другая площадка затрагивала тему образования как единой вертикали. Основные вопросы – как образование влияет на экономику региона, и какие специалисты востребованы сегодня. Чаще всего нужны профессионалы, способные совладать современной техникой и применять инновационные технологии. Мы хотим услышать работодателей, их желания, потребности, и в дальнейшем с ними работать уже более плотно в реализации этих проектов, потому что очень многие проекты связаны с ними, с их материальной базой. И нам тоже важно и интересно знать их желания, потребности и возможности прежде всего. Еще одна отраслевая дискуссия была посвящена предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Главная задача – понять, как сделать нашу продукцию конкурентоспособной на мировых рынках. Возможным решением может послужить обеспечение потребителей в товарах и услугах по национальным проектам и программе импортозамещения. Все наработки, мысли и предложения вошли в итоговую резолюцию Славянского международного экономического форума. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин, События Брянск.